Михаил Сергеевич Младенский Выдающий ученый такой узкой специализации аэродинамики геодезии геофизики теории изучения земли вот в этих направлениях он работал я не случайно поместил вот эту фотографию вторую он сын священника и это представляете в 20-е годы он тоже отец его был священником и это немножечко сыграло роль на его дальнейшей судьбе потом правда вошло в свое русло его отец отец Сергий Младенский в общем-то для того чтобы не помешать в дальнейшем карьере своих сыновей в 32-м году был вынужден отказаться от священнического сана и уехать из Епифании один из его сыновей известным стал инженером-химиком второй в Питере был заслуженным учителем по физике заслуженным учителем СССР ну а конечно самых больших высот достиг Михаил Сергеевич и вот я почему стал говорить про то что вот он священник большую роль сыграл старший товарищ на 2 года старше 1907 года Юрий Михайлович Пятин вы здесь видите его он учился в МГУ в это время и когда Младенский решил поступать ему сказали извините сын священника не положено вот и тогда Пятин значит сыграл следующую роль на факультете математики освободилось место и он предложил Михаилу Сергеевичу прибыть на это при этом скрыть что он сын священника и таким образом он стал учиться в университете на физико-математическом факультете раскрылся уже будучи студентом раскрылся как исследователь первое что он создал это гравиметр кольцевой Младенского в 1935 году вся его жизнь была тесно связана с исследовательским институтом геодезии аэросъемки и картографии в 1946 году за монографию основные вопросы геодезической гравиметрии отмечена государственная премия с присвоением в степени доктора технических наук и избранием членов корреспондента Академии наук СССР в 1951 году за разработку гравиметра кольцевого не каждое слово можно выговорить сейчас почитаю Астазированова вот такое вот такое название вот достоин премии государственного во второй раз а в 1963 году за исследование опять же вот про изучение упругих приливов вот этих морских к земле ну в общем наука для нас просто очень такая сложная вот сейчас я дальше немножко скажу вот он удостоен был Ленинской премии возглавлял некоторое время институт физики земли был директором его автор книг я прочитаю основные вопросы геодезической гравиметрии это одно второе упругие приливы свободная иннотация и некоторые вопросы строения земли общие теории упругих колебаний земли и другие но можно сказать что эти работы имеют огромное значение вот в области науки той которой он занимался вот на этих фотографий видите вы его молодого а здесь Михаил Сергеевич вот вы его видите слева вот не случайно я поместил фотографию Марьи Ивановны Юрькиной мы с ней как-то переписывались очень много она мне про него дала материала вот и она у нее была такая фраза его знаменитость проявляется в узости специализации в которой он работал те названия что я прочитал для нас просто ничто правда вот как-то непонятно это только для специалистов сын его Сергей Михайлович пошел по стопам также доктор технических наук и тоже занимается теми же вопросами чем занимался его отец похоронен в Москве Владимир Иванович Немцов вот вы знаете сейчас иногда можно сказать о людях вот его масштаб его занятости огромен просто вот так же можно сказать и о нем вот видите написано конструктор и изобретатель вроде это техника да и тут же написано писатель фантаст публицист это литература это уже гуманитария правильно вот и вот так его сложилась судьба что он прошел очень интересный свой жизненный путь ну начальное образование получил естественно в Епифане потом закончил рапфак в Туле жил он в Туле вот начал печатать свои рисунки и стихи в молодом коммунаре учился на литературном факультете МГУ и вдруг он резко увлекся конструированием портативных радиопередатчиков из последнего курса МГУ литературного факультета уходит и плотно занимается конструированием работал в конструкторском бюро военно-научно-исследовательском институте связи и вот он конструировал и его все изобретения поступали на вооружение в Красную Армию началась Великая Отечественная война они просто играли очень важную роль ну как передатчики вот это ну представляете радиоаппаратуру вот это все вот он сам да за изобретательскую деятельность награжден был орденом Красной Звезды в годы Великой Отечественной войны был и в Питере в Ленинграде блокадном потом в Баку в научно-исследовательском институте где как раз делались вот эти вот портативные радиоприемники получил медали за оборону Ленинграда и за оборону Кавказа орден Отечественной войны второй степени но в конце сороковых годов вновь перешел на литературную работу и плотно начал заниматься да 46-го года член Союза писателей в 57-м году за связи со своим 50-летием был награжден орденом трудового красного знамени автор десятков романов например 7 цветов радуги последний полустанок и другие повестей огненный шар золотое дно осколок сердца и другие рассказы 100 градусов шестое чувство и так далее вот то есть да эти все его произведения носили такой статус научной фантастики ну и что хочу сказать что до последних дней он всегда поддерживал связь с кимовскими и епифанскими краеведами вот были мы у него тоже дома приезжали и вот мы сейчас с вами несколько вот это вот я из интернета у истоков научной фантастики вот его портрет одна из его книг Альтаир еще одна фотография его книги видите названием вот похоронен тоже в Москве в последнее время он жил в Москве естественно Николай Ипполитович Абрымба досужный художник РССР член союза художников ну я начну так тоже мне посчастливилось лично быть с ним знакомым вот 87 год на имя так 87 год почтальон принес в Епифанский поселковый совет письмо с адресом Тульской области Епифанский район Епифанский район уже давно он Киевовский да дальше секретарю РК КПСС то есть районного комитета это 87 год уже с 58 года Епифанского района не существует и дальше текст такой я его прочитаю глубоко уважаемый товарищ первый секретарь он не был первым секретарем Осокин это мое первое письмо на родину а точнее в город где я родился буду рад получить от вас весточку а пока приглашаю вас на выставку выставку отчет за 60 лет творчества вам может быть будет интересно увидеть картину своего земляка путь им пройденный ну там дальше с глубоким уважением Энн Абринба и вот в конце апреля делегация из Епифании Кимовска поехали вот мы в Москву в дом художника где была его выставка картин было выставлено там где-то более двухсот самых-самых разных и вот мы с ним там познакомились ну все мы задавали вопросы такой круг у нас сначала мы посмотрели все картины вот а потом значит он рассказывал очень интересный момент что его он родился видите в 13-м году его родители папа работал писарем в 220-м Епифанском пехотном полку а мама Марья Васильевна преподавала домоводство в Епифанской женской гимназии вот он нам и фотографию подарил вот этой вот гимназии как раз и в общем-то рассказал такой момент когда я рано начал увлекаться рисованием когда мне было 13 лет я сказал папа отправь меня они извиняюсь они уже уехали после революции они сразу уехали на Полтавщину на родину отца они жили уже на Украине и вот когда ему было 13 лет он говорит папа отправь меня в художественное училище мне так это нравится он говорит да ладно у тебя усидчивости нет и тогда чтобы доказать ему обратное я сел на муравьиную кучу и пока я не написал картину хатка хата над Воркслой я не поднимался я был весь искусственным весь был в красных пятнах я пришел на папа видишь какая у меня усидчивость вот с этого наше знакомство началось вот дальнейшая его судьба сложилась следующим образом он уже переехал в Москву рисовал там и вступил в ополчение и под клязьбой он попадает в плен там удалось ему быстро бежать из плена и он оказывается в партизанском отряде и вот его такие вот зарисовки вы здесь видите да связаны там еще есть в том числе и в интернете есть зарисовки как там хвостами бьют пленных когда он в плену вот он сам сидит слева справа его гутеев товарищ его вот ну и конечно очень интересно было то о чем он рассказывал с большой с огромной даже я бы сказал гордостью при нашей встрече это выставка которая была организована в партизанском отряде это он так с гордостью говорил что это была едва ли не единственная наверное 100% он тут же добавлял единственная выставка советского художника на оккупированной территории вот правда картины которые были написаны им в партизанском отряде оказались потом оказалось что они сгорели основная масса вот и уже после войны он писал по своей памяти выход бригады Дубова там трептих у него был великая отечественная и вот одна из ну я бы сказал одна из лучших его картин встреча с партизанами 1949 год вот и нужно сказать что его картины выставлялись экспонировались да целый ряд картин его кисти принадлежат Угра древняя граница России знаете что такое Угра да великое стояние на Угре после чего у нас закончилась татарская ига по Италии об Украине значит о своих творческих планах он говорил так буду работать над будущим в будущем буду работать над героическим прошлым нашего народа очень хочу побывать на Куликовом поле и на своей родине в Епифане но мы привезли ряд фотографий Куликово поле Епифане он говорил глядя на фотографии я хочу сказать что она так и просится на холст но к сожалению сбыться этим мечтам его не удалось вот но я вот хочу вот эта фотография это в 89 году мы были у него в гостях тоже ребят я возил вот к сожалению всех троих кто на этом на этой фотографии нет живых вот но Николай Епифаныч с 13 года ясно что ему уже сейчас было бы больше 100 он умер в там 93 да в возрасте 80 лет а вот эти молодые ребята мои краеведы Сергей Бровкин и Валера Маскалев ну сравнительно в раннем возрасте можно сказать они оба мои ученики были они ушли из жизни вот и чем интересна эта фотография что он тут же как сказать спек наверно да или нажарил на сковородке что жарят да вот женщины должны сказать вот эти партизанские лепешки я вам сейчас их я специально там яйцо укачивать вот это сотворил вот он эти лепешки слепил и вот он нас угощал как я сказал умер в 93 году в возрасте 80 лет а так можно сказать что более двух десятков его работ занимает достойное место в музеях Москвы Брянска Украины Белоруссии вот а также в частных коллекциях России Италии Франции Японии США вот то есть но это тоже наш город хотя маленький маленький кусочек 4 годика ему был когда семья уехала и вот продолжая эту тему я еще